И вот сижу опять в тюрьме, Не светит больше солнца мне. На нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. А на свободе фрайера Гуляют с ночи до утра. И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары. Настала лучшая пора, Мы закричали, бля, ура, слобода, бля, слобода. Один вагон набит витком, А я как курва с доделком, Баш-палам, бля, баш-палам, бля, баш-палам. Вот захожу я в магазин, Ко мне подходит гражданин. Лягавый, бля, лягавый, бля, лягавый. Он говорит твою-то мать, Попался снова ты опять. Попался, бля, попался, понял? Попался. И вот опять передо мной Всю ночь маячит часовой. Забрезом, бля, забрезом, бля, забрезом. Какой я был тогда дурак, Одел ворованный петшак. Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, плохо ищу, Картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, понял? Кошмары! Вот такой голос вдруг услышали жители Советского Союза. Как ни странно, откуда-то из Франции француженка натурщица Матисса пела. С французским акцентом эти песни и поражало нас. Большой любовью к России, большим состраданием к заключённым. Ну, об этом я написал эссе. Русские блатные песни с французским акцентом. Я слушал эти песни давно, когда ещё не было пластинки, а были лишь записи на катушках. На что меня поразило. Великолепные традиции народно-тиремного жанра. Ну, видимо, древолюционного. В интонации голоса и в манере вести мелодию, балансируя между артистизмом и простотой. Незаметно и ненавязчиво, а так, по-простецки. И отсюда же такое глубокое понимание мира заключённого арестанта и сострадание ему, сочувствие. Но нет такого русского классика, великого, который бы не подпорвал себя в тюремном плане. Даже Пушкин написал «Сижу за решёткой в темнице сырой, скормлённую неволе орёл молодой». И в народе существует 50 вариантов этой песни на славу Пушкина, где, правда, только одна строка Пушкина осталась, а остальное каждый дополнял по своему разумению. Так вот, это пение французской эмигрантки поражало. Казалось, что исполнительница много лет провела на нарах в виде заключённой. На самом деле это народные традиции. Так пел кто-то из родителей, вероятно. Или она кого-то слышала в тамбуре, кто поёт вот так, из простонародия. Я-то вот лично услышал эти пения от своего отца, дворянина по происхождению и потерявшего отца в 37-м году. Но знание интонации пения шло от улицы, а не опыта сидений за проволокой. Или же так пела прислуга. Но она, эта француженка, исполнительница, откуда-то это всё взяла ведь. И при этом знание интонации тюремного пения, она при этом концы слов произносит с французским акцентом, обозначает твёрдую, согласную. Как бы говорили французы, инвалиды. Она говорит, а не инвалид. С очень твёрдым окончанием, на французский манер. Плохо помню. Ну, например, что-то вроде такого. Он там сидел в отдельном кабинете, героя Одессы, Костя, инвалиды. Вот теперь, благодаря этой публикации, которая мне попалась на глаза в интернете, мне ясно, как это всё соединилось. Глубокое знание русских интонаций и французский акцент, и великий Матисс, у которого была такая натурщица. А, не Матисс она позировала, а майори. Значит, вот какая рисуется картина. Она, эмигрантка, играющая на улице с детьми французов, вероятно, прекрасная, говорящая потому на французском языке, и почти ставшая родным языком, да просто, можно сказать, ставшим, но дома говорили и по-русски, с бабушкой, например. Поэтому она по-русски говорит с французским акцентом. И вот бабушка, кто-то, бабушка или служанка пела по старинным традициям русского тюремного фольклора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова